1 2 3 прихлопа раз-два-два притопа как вы думаете друзья можно ли угодить в изолятор на несколько суток или получить штраф за уличную зарядку или за пробежку или за выкрикивание да здравствует путин слава путину можно только для этого нужно кричать свободу быкову сегодня именно тот случай привет друзья это youtube канал красньюз и я журналист дмитрий полушин за последние сутки руководство красноярской полиции в очередной раз показала свое лицо попыталась реально закошмарить сторонников анатолия быкова представители активистов штаба в поддержку быкова и просто неравнодушных красноярцев вчера вечером все началось с того что был задержан николай один из самых активных представителей штабов поддержку быкова вот сейчас вы видите его на экране и вот везли в 7 отдел полиции на улице мэрчика где предъявили ему несколько протоколов о нарушении им административного кодекса по версии полиции он участвовал или организовывал пробежки за анатолия быкова уличные зарядки анатолий быков вроде уважаемый в народе вы зачем его закрыли приседаем три четыре вы наверное испугались потянулись пошатались быков выйдет на свободу будет счастье нам народу а также недавний автопробег о котором я думаю многие из вас знаете по видео с нашего youtube канала за николаем в отделение полиции поехали его сторонники и до часу ночи ждали к николая задержали меняет ему правонарушение по 20.2 часть 2 проведения несанкционированных мероприятий что грозит от 5 до 15 суток адвокат который сюда приехал на место не смог ничего добиться просидел часа два писал всевозможные заявления хоратайство ну я так понимаю ссылаясь на коронавирус его не пустили так как суд уже не работает николая доставят завтра суд где вынесут меру пресечения либо отпустят николая не выпустили и утром опять они приехали на место спросили у полиции где же николай какое же было изумление когда полицейский сказал знаете мы вашего николая вчера выпустили в 23 часа 20 минут на месте находился константин у которого между прочим сегодня день рождения константин удивился да как же так ведь мы его ждали до часу на входе он не мог мимо нас пройти вы хотите сказать что николай вышел из полиции поздно вечером а домой то он так и не пришел спустя даже 12 часов его нет в этот момент подключился я и обратился в пресс-службу мвд по красноярскому краю трубку подняла девушка ангелина я объяснил что человек то пропал отпустили его из полиции или нет можно узнать правду ангелина сказала позвонить через полчаса я позвонил через полчаса трубку никто не берет не брали трубку через час через два часа сказали что у них обед в три часа дня сказали что мы все еще выясняем и сказали что перезвонят и до сих пор никакого звонка из мвд по поводу того где находится николай так и не поступило видимо этим пресс-служба мвд по красноярскому краю хочет показать что мы по разные стороны баррикад ну хорошо будем работать так какую же цель преследовала полиция если пресс-служба мвд по краю играла в молчанку и просто не сознавалось что происходит то 7 отдел полиции откровенно обманывал тех кто к ним обращался как печенеги или монголо татары ради службы можно и обмануть не важно что там все на измене не знают что с человека может его убили уже может он ночью не дошел до дома ударили не знаю палкой по голове и нет больше человека ничего поволнуйтесь полезно будет и только в 6 вечера позвонил сам николай с другого номера и сказал что он эти сутки провел в полиции практически не спал состоялся суд и его со штрафом выпустили наконец на свободу и это только первая история которая касается николая мвд и седьмого отделения полиции но ситуация это развивалась очень стремительно константин который приехал вызволять николая переживал за него искренне он был приглашен в автомобиль полиции его отвезли в 5 отделение на улицу металлургов а затем в суд и приговорили к двум суткам ареста за участие в зарядке в пробежке ну и в автопробеге естественно тоже двое суток ареста вот за такое преступление это второй эпизод спецоперации красноярской полиции по задержанию сторонников анатолия быкова в это время на другом конце города красноярская полиция выследила еще двух оппозиционеров светлану алвес нагейру и блогера честного грешника по имени валуш честный грешник как всегда молодец и все выдавал в прямой эфир в инстаграм давайте посмотрим его сторис в отношении вас межмуниципальным управлением МВД России Красноярская ведется производство по делу в инстаграме про нарушение по факту проведения 13 числа вами Светлана Адамова организации цепубличного мероприятия это про зарядку вы говорите? про зарядку говорим, да ну неужели зарядки тоже считаются такими мероприятиями? еще раз говорю, вами как участникам проведения меняется административная ответственность по части 5 и 20.2 вы как организатор, вы как участник необходимо сейчас приехать в 5 отдел полиции вы добровольно готовы проехать? мое вам предложение, если вы собираетесь сейчас 5 отделу организовывать какие-то мероприятия мы хотим просто спокойно жить подождите, задержание административное еще раз говорю, я вам предлагаю добровольно сейчас пройти с сотрудниками присесть в машину и проехать а почему вы не можете на своей машине проехать? потому что вы сейчас будете задержаны протокол покажите, а за что задержаны? вы продавайте такие реалы и все в отделе полиции 5 еще раз говорю, вы отказываетесь проехать? еще раз повторяю, вы отказываетесь проехать или нет? ребята, вы слышите, да, что происходит? еще раз говорю вас не сдержать не будут, с вами поработают отпустят поработают? да, в отношении вас так же, как и в тот раз, меня вызвали на разговор, увезли на суд и посадили на 5 суток сразу обычно объявление вручают, а тут как бы задержание еще раз говорю, в отношении вас есть производство, есть материалы чем же закончилась эта история? а я вам не отвечу вот сейчас уже смеркается дело близится к закату конец дня а суд все еще идет честного грешника полиция решила привлечь как участника этой зарядки он ничего не организовывал он наряду с другими десятками красноярцев пришел и позанимался физическими упражнениями все, за это ему выписан протокол и его штрафуют на сумму от 10 до 30 тысяч рублей суд по нему еще не состоялся по Светлане Алвес Нагере, которая известна уже в красноярской общественности и полиции своей активной гражданской протестной позиции и по детским садам выходила она и в пикеты поддерживает она Анатолия Быкова неоднократно ее видели и около судов девушка за это, конечно же, расплачивается и штрафами, и проблемы у нее с бизнесом и проблемы с законом затравили ее конкретно и сегодня ей предъявили целых три административных протокола и за зарядку, и за пробежку и даже за организацию автопробега насколько я знаю, она там просто была рядовая участница Светлана Здравствуйте Вас предостерегли слова полицейского об участии Вы не будете участвовать в автопробеге? А я не слышала его Не слышали? Я незнакомых мужчин не слышала Правильно А у нас автопробега нет Понятно Я на ручку Я на ручку Так вот за организацию зарядки на улице стихотворную юморную сатирическую ей присудили штраф 20 тысяч рублей А впереди еще два протокола это как минимум штрафы от 10 до 30 тысяч рублей а может быть и арест до 15 суток Сегодня у меня было три суда подряд и мне выписали штрафов на 50 тысяч рублей Меня признали организатором митингов так скажем которые по факту являлись нашими автопробежками и зарядками в поддержку Анатолия Петровича Быкова Также у меня есть штраф в 20 тысяч рублей за нарушение самоизоляции когда мы 24 апреля выступали против указов губернатора потому что из этих указов наш малый бизнес раздавлен и у нас нет возможности сейчас как бы работать в полном объеме ну и в принципе зарабатывать тоже можно сказать а у меня двое детей многие знают я мать-одиночка поэтому если у кого-то есть возможность помочь у меня штрафов на 70 тысяч рублей я буду очень благодарна обычно я стараюсь помогать людям теперь мне нужна ваша помощь всем большое спасибо я очень рада что вы помогаете Друзья если вы симпатизируете протестному движению ребятам которые сейчас оказались в опале у полиции которым предстоит одному сидеть другим платить штрафы то здесь внизу экрана а также в описании видео я указал номер карты куда вы можете пожертвовать посильную сумму для этих ребят чтобы они могли платить эти штрафы в чатах сторонников Анатолия Быкова многие переживали за судьбу задержанных и я им предложил записать несколько слов прислать мне то что они думают об этой вопиющей ситуации вот полиция нашла реальных преступников с кем нужно бороться у нас же преступности то больше нет в городе и стране теперь протестующие организаторы зарядок на открытом воздухе это главная опасность для режима для единой россии видимо для губернатора Александра Уса и вот с ними нужно бороться их нужно штрафовать на круглые суммы их нужно прятать следственный изолятор чтобы они там подумали над своим поведением незаконно задержали все ли встали все ли встали руки высоко подняли всех полиц заключенных поддержали все чаще я встречаю в комментариях сравнение что этот полицейский режим больше похож на фашизм и геноцид собственного народа сегодня на наших улицах произошел беспредел собрали наших патриотов сотрудники полиции подъехав не объяснив за что почем быстро увезли в отдел полиции номер пять составили административный протокол быстро увезли в суд осудили красноярцы просыпайтесь очнитесь дорогие мои земляки красноярцы хватит отсиживаться в сторонке хватит делать вид что ничего не происходит пишем в соцсетях говорим на кухнях пора вставать и делать беззаконие произвол анархия коррупция захватила нашу Сибирь с головой поднимайтесь все присоединяйтесь к нам в телеграм давайте общаться давайте собираться никто нас не сделает счастливыми никто мы не нужны никому это наша земля наша земля не уса не его шайки и кодлы нас закрывают нас прессуют ну вы знаете мне кажется чем больше на нас давят тем больше нас становится подтягиваются даже те кто просто наблюдал со стороны я до глубины души возмущена происходящим я никогда не останусь в стороне я зову всех неравнодушных земляков красноярцев нашей ряды вместе мы победим давайте начинать давайте пробовать нас больше нас однозначно больше на всех дубинок не хватит ваш беспредел и бесчинство это угроза всему человечеству в России УС вырубает лес продает его за бугор пополняет свои счета так же как и депутаты долой этих беспредельщиков свободу людям долой всех оккупантов главное цель силовиков в этой истории не только наказать но и запугать показать всем остальным кто симпатизирует Анатолию Быкову или выходит на акции протеста выходит на пикеты что всем вам невзирая на ваши конституционные права придется отсиживаться в полиции платить штрафы а может быть и провести несколько суток в следственном изоляторе ну что напугали они вас этим напишите в комментарии зайдите в описание видео добавляйтесь в мой инстаграм телеграм оставайтесь с нами ничего не заканчивается все только начинается это Дмитрий Полушин youtube канал краснюс всего вам доброго до свидания я